привет всем совершилось чудо настоящее чудо все люди доброй воли во всем мире возрадуйтесь все настоящие любители музыки под условным названием рок возрадуйтесь тоже потому что вышла пластинка одного из моих героев настоящих одного из да не одного из из наверное главного героя рок-н-ролла которого обожаю я многие годы многие десятилетия обожают все мои друзья все мои знакомые все приятели меломаны все те кто так или иначе связан с рок-музыкой ну или по игре собственное или просто по меломанству ну я говорю о тех кого я знаю может быть из тех кто смотрит этот ролик кто-то и не любит этого человека что странно потому что все люди доброй воли его любят никого не хочу обидеть этот человек собрал состав замечательных музыкантов музыканты из группы guns and roses red hot chili peppers в частности chad smith stone gasart из pearl jam и замечательный барабанщик taylor hawkins из full fighters эти имена сами по себе уже многого стоят дорогого стоят я бы скажу а героя зовут и гиппоп естественно вы уже поняли о ком идет речь пластинка под названием every loser вышла в 2023 году только что человеку 75 лет 75 лет он спел так как будто ему одновременно и сто двадцать восемь и тридцать два вот такой разброс но при этом пластинка небывалой ярости небывалого драйва небывалого и свежести я рассказал мудрости что свойственно и гиппопа вообще он высокоинтеллектуальный автор песен это я без иронии безо всякой говорю он очень умный человек по крайней мере в песнях я с ним лично не знаком но по песням от прослеживается много пожил хорошо пожил плохо пожил много повидал хотел сказать многого не повидал но я не знаю что есть такого в мире чего не повидал и не прочувствовал гиппоп человек который как говорил полунин лет 40 назад их их объездил весь мир и поэтому знаю все это шутка такая была так вот пластинка сначала меня по первому прослушиванию разочаровала потому что я правда после между вот этими двумя пластинками у и гиппопа вышло еще две которых я не слышал но вот эта пластинка пост пост поп depression она настолько сильна настолько мощно настолько умна настолько музыкально что я ожидал как минимум не хуже чего-то но здесь совсем другое здесь совсем другое здесь такой чистый рок-н-ролл а я скажу что меня смутило по первому прослушиванию меня смутила песня странга у джонни 2 потому что она мне показалось похожий по по гармонии по построению по мелодике даже на музыку из самого слабого на мой взгляд альбома и гиппопа это бла-бла-бла несмотря на то что он сделан с дэвидом боу и пополам практически пластинка для меня она вообще ничто при всей моей огромной любви к гиппопу и к невероятной любви к дэвиду боу и бла-бла-бла как-то вообще мне кажется какой-то какой-то левый шаг в карьере гиппопа и вот это самое странга у джонни показалось мне прямо оттуда вынутый но я переломил себя поставил тонарм как надо опустил опустил иглу на пластинку и стал слушать снова фрэнзи первый номер и странга у джонни и все перевернулось потому что ну во первых так все сыграно имена музыкантов я уже озвучил так все сыграно так все звучит в отличие от пост поп депресс который очень хороший пост поп депрессион звучит как смесь queen's of the stone age и альбомов дэвида бауи выше среднего периода то это совсем оригинальное звучание при этом оригинальное звучание в котором есть и red hot chili peppers и pearl jam и guns and roses которых я терпеть не могу но гитара звучит хорошо тем не менее ну в общем фрэнзи это просто какой-то рок человека с двумя бритвами в руках который идет на публику и говорит что ты будешь танцевать или как и вся публика танцует так добрый и гип-поп ну адский рок просто адский гитарный рок быстрый и гип-поп поет уже совсем низким голосом но в 75 лет как вы думаете кричать то уже и петь тенором наверное просто и не к лицу просто и стыдно уже даже дэвид бауи говорил еще в свое время что когда человеку 60 выходить на сцену урлана джинсах футболки как-то как-то не естественно как-то не хорошо выглядит так вот фрэнзи гип-поп нормально выходит на сцену он выходит на сцену вот так не подкопаешься не подкопаешься выходит и выглядит совершенно адекватно своему возрасту и большой молодец вот такой вот абсолютно выглядит на свои 75 не пытается молодиться ничего не стесняется и и вот в очках сидит и сочиняет новые песни молодец просто молодец клейма от негде ставить так вот фрэнзи она просто сразу перерезает горло а странга у джонни хотя гармонически мелодически она похожа на бла-бла-бла но она сыграна на гитарах она сыграна мастерами она сыграна с настоящими барабанами и спета от души и все я забыл сразу про бла-бла-бла-бла стало все отлично new atlantis немножко уход в лирику в лирику в проекции гип-попа то есть это вам не какой-нибудь там eagles лирически это 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 мужская здоровая зверская музыка моден дэй липов возврат к фрэнзи практически но немножко по лиричней и прекрасная песня вот настоящая лирика с акустической гитары прозрачная медленная с глубоким глубоким голосом человека который размышляет о будущем о себе и о настоящем morning show утреннее шоу я надеваю брюки надеваю рубашку у меня сегодня утреннее шоу печально поет и гип-поп но песня настолько кайфовая что наверное в сотню моих любимых песен она войдет я как-нибудь напишу список 100 моих любимых песен вне зависимости от стиля от времени и даже от наличия вокала потому что инструментальные пьесы туда тоже войдут вот morning show туда войдет над наверное я еще не осознал но наверное войдет до news for randy пошла вторая сторона это маленькая коротенькая штучка да это это пластинка интересна тем не всякая пластинка бывает такой как это когда с первого прослушивания запоминают сразу все песни сразу и здесь сколько здесь 11 один раз достаточно послушать потом смотришь на название все понятно где что и как это очень круто это композиторский дар такой вот так сделать бывают очень сложные красивые песни но они не запоминаются с первого прослушивания здесь сразу бумка как печать на голову на лоб до news for randy коротенькая такая реприза хотя тоже музыкальная с гитаркой него панк понятно что это такое это новый панк и не такой старый панк как был а извращенный усложненный со страшными барабанами в общем всем здорово all the way down поется так вот как будто человеку здесь не 75 а 40 по крайней мере а коменс где барабанит тейлор хокинс спета еще круче откуда силы берутся в 75 лет но сил достаточно да я покажу еще раз сил достаточно вот эти самые коменс они несутся с такой скоростью и так барабанит тейлор хокинс но вообще фу файтерс это да это же всем известно что это моторная группа и здесь по полной совершенно коротенькое интерлюде и дороге нси последний номер песня номер 11 как сказать торжественная медленная мелодичная и невероятно злая слова фактом факим используется раз 15 наверное злость злость и ярость я как-то рассказывал что однажды встречался с джоном кейлом и спросил у него джон что является мотиватором твоего творчества что заставляете описать песни кейл на меня посмотрел так серьезно игре гнев я рассказывал об этом ну вот я не знаю что для и гиппо появлялась здесь основным мотиватором при написании песни дороге генси но такая ярость такое отношение к окружающему миру конечно при этом песня торжественная медленная хорошая но переходящая в такое вот абсолютное зверство в общем эта пластинка конечно пока сегодня какой у нас месяц февраль заканчивается январь-февраль за два месяца я могу сказать что это лучший альбом 2003 года по крайней мере за январь и февраль ничего круче ничего более внятного я еще не слышал в 2003 году ну и хочется мне конечно как большому любителю напомнить о существовании вот этой пластинки это у нас какой-то 16 по моему год или какой куплен до 16 пост поп депрессион здесь играет джуша ом один из моих любимых современных гитаристов не просто гитаристов и музыкантов queens of the stone age группа вы помните все конечно же и по звуку как я уже говорил похоже на queen of the stone age только более сдержанно более хотя queen of the stone age и так в общем достаточно сдержанная музыка очень очень конкретная каждая каждый риф каждый удар по барабану все очень конкретно все очень на месте и все прямо как будто расчерчена на бумажке про queen of the stone age и обязательно отдельно поговорю расскажу ну а здесь вот этот самый звук queen of the stone age и как я уже говорил в симбиозе с со звуком пластинок дэвида баллы не тех не ранних вот этих вот зиги стартас которые кстати не люблю несмотря на огромную любовь мою к дэвида а периода уже такого более более тяжелого более электрического и она настолько мудра настолько она философская какая-то хотя казалось бы рок джошуа ом и гип-поп песни парагвай 6 половины минут которые завершают эту пластинку она просто заставляет переосмыслить как и много хороших песен как любая хорошая песня заставляет переосмыслить себя и свое место в этом мире парагвай break into your heart первый номер классический и гип-поп как бы сказать только лучше чем классический гип-поп вот можно так сказать гордыни и мне не очень нравится american valgawa прекрасная штука прекрасная опять-таки чистая такая и гип-поповская только закая modern times новые времена все по-новому и вместе с тем все по старому пластинка целиком от начала до конца просто прекрасно особенно парагвай последний номер но всем советую все-таки обратиться вот к этому альбому every loser каждый неудачник может проявить себя и показать миру что он победит всех ай гип-поп победил всех пройдя невероятный жизненный путь не падал духом никогда умирал сгорал и акка феникс из пепла возрождался взлетал и записал массу пластинок кучу саундтреков давал самые невероятные шоу которые только можно себе вообразить шоу не в смысле вот этих вот всяких декораций от смысле поведения себя на сцене в общем герой настоящий герой every loser и гип-поп пошел пить герой